Добрый день, вечер, если угодно, утро. Сегодня мы продолжаем играть в эту интересную, или не очень, я ещё не знаю, как относиться к этой игре, но вот в эту игру моя эра. Эра милых вещей, если вам угодно. Переходит музыка, прикольно. Я заверила свечечек. На чём хоть мы остановились? О, я совсем не помню, на чём мы остановились. Сейчас будем вспоминать. Давно не играла. Я же записываю видео заранее. Конечно. Родион хотел иметь право в одиночку судить о ценности человеческой жизни. Кстати, кстати, кстати. Да, я дошла до того момента. Это... Я же читаю эту книжку, если кто не знал. Я дошла до того момента. Это, получается, как я понимаю, перед... Стивом. Как-то так. Вот там он себя ведёт странно, пытается себя как-то оправдать, что я её умею, но это обменять одну жизнь на тысячу жизней... Короче, лицемер этот Родион. Так. Как-то я сижу некрасиво. Может, как-нибудь... Проблема неравенства не такая. Прямо как любимая тема всяких революционеров. Друзья, давайте не будем про революцию. Это вредно для здоровья. Относительно, да. В любом случае, спасибо за рассказ. У неё глаза зелёные были. Ладно. И Толстой, и Достоевский, и без всякого сомнения, великие авторы и мыслители. И если даже вы можете делить людей на эти две группы, пожалуйста, не основывайте своё мнение только на этом, хорошо? Вот, правильно говорит. Правильно. Ладно, друзья, как насчёт небольшого перерыва? Не хочу, чтобы вы вот так вот сразу погружались во вторую книгу. Ладно. Если честно, есть ещё одна причина. Это только между нами, хорошо? Вчера я получила подарок от друга, и я не могу им не поделиться. Смотрите, это музыкальная шкатулка. У них такая учительница, она будто их возраста. Ммм, как классно. Ладно, давайте двигаться дальше. Надо... Давайте, Винни... Ну, надо пропустить ворожи. Это скучно, банально. Мне интересно, как они опишут Винни-Пух. Вот, правда, интересно. Память, я сужу... Не знаю, зачем ностальгию какую-нибудь нагнать. Почему бы нам не выбрать Винни-Пуха? Почему бы нам не выбрать Винни-Пуха? Ну, что у меня есть? Ура, моя любимая книжка! Самая-самая лучшая! Тебе мама в детстве, наверное, читала, ты её и запомнила. Конечно, лучшая книжка для детей. Мелко плаваешь, Марта! Там тогда есть какая-никакая философия. На самом деле, интересная книжка. Ведь каждый персонаж в книге символизирует то или иное психологическое расстройство. У кого такой прикол был, тоже символизирует психологические расстройства? То ли мультик какой-то, то ли тоже прикол. Не Винни-Пух, но что-то такое было. Другого я от тебя и не ожидала. Ну, ладно, я ожидала меньшего, даже так. Ух ты! Блин, надо вот так вот... Можно куда-нибудь убрать, чтобы превьюшку брать потом? Вот. Как вы можете этого не видеть? Это чистая, голая правда. Просто обычно про неё никто не упоминает. На самом деле, это история про очень-очень одинокого мальчика. Настолько одинокого, что все его друзья вымышленные. Придумает всякие вещи нормаль... Придумывать всякие вещи нормально для детей, но тут особый случай. Для начала все персонажи представляют из себя настроение Кристофера Робина. Шизофрения! Шизик! Кристофер Робин... 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 А, ладно. Шизуха у пацана, что сказать. Кролик, Винни-Пух, у них синдром навязчивых состояний. Ну, Винни-Пух ленивый, кролик строгий. Я не думаю, что... Ну, вот кролик, он... Книжки ведёт сова. Сова наш ведёт себя, как старая мудрая сова. Его. Я не думаю, что это связано с его настроением. Его настроение поучиться? Сомневаюсь. Я? Его мрачный взгляд на жизнь говорит нам о хронической депрессии. Постоянное волнение пятачка говорит нам о тревожном расстройстве психики. Ладно. Ну, а у тигра, понятное дело, синдром дефицита внимания. Люблю книги с подтекстом и двойным дном. Книги, которые пробивают двойные дно, явно не лучшие. Нана, мне кажется, что ты через чушь всё усложняешь. Я поражаюсь, как ты смогла подать историю о дружбе как мрачную тёмную сказку. Ха, конечно. На самом деле, мне всё меньше и меньше нравится эта игра. Она какая-то... Поверху достала. Ладно. Поймёшь, когда вырастешь? Вот как, Нана. Нана, а с каким персонажем ты себя ассоциируешь? Закройте форточку. Закройте окно. Дует. Нана, это тигр, однозначно. Ну, похоже. Кого это ты назвала тигрой? А кем? Пятачком. И вообще, кто бы говорил, госпожа кролик? М-м-м-м, да. Так, мне уже просто интересно, а Сима того, как-то кто? М-м-м, Пятачок и Ай-я. Нет, это тоже ты. Я их перепутала чуть-чуть, да? Ну, ладно. Может, я слишком скучна, чтобы быть похожа на одного из персонажей? Нет. А Кристофер Робин кто? Шизик. Марта проща за хренью шутить нехорошо. Извиняюсь, я, конечно, не Марта, но она вроде про это не шутила. Посмотрите на ее лицо. Типа такая, ну, в смысле нехорошо шутить? Да вообще-то там за экраном пошутили, это не я. А я как-то слышала, что она есть у каждого четвертого человека. Повезло, что у меня ее нет. Раз, два, три, четыре. Печаль. Ладно. Ну, как понять, что ты болен шизофренией? Наверное, со стороны заметно. А вот не факт. А может быть, и не заметно. И у меня. Кстати, меня вообще видно? И у меня тоже. Не надо на меня так смотреть. А, да, у тебя. Ну, друзья, друзья, давайте как без переходов на личности, давайте как. Только вам решать, что здесь видеть милых друзей или психические расстройства. Кстати, Нана, ты ни слова не сказала об авторе, Алла не милая. Милая. Ну, вот это интересно, я о нем ничего не знаю, честно. Время хранит шедевры, но часто забывается их автор. Ладно, друзья, есть у вас какие-то вопросы, задавайте. А какая у вас самая любимая книга? Моя любимая книга, говоришь? Пожалуй, Маленький принц. Антон, я не знаю. Эй, вы совсем забыли обо мне. Что это за фоновый персонаж? Эрми. Напоминает, что это твое имя. Все б на тебя плевать. Честно. Ой, я пропустила его диалог. Ой, я пропустила диалог скучного, неинтересного персонажа. Ужас. Это что говорит... Это что говорит Заратустра? Книгу написал. А, это что говорит Заратустра? Ммм, интересно. Книгу написал Ницше. Умнейшая вещь? Умнейшая. Книжку по физике почитай, тоже вроде умнейшая. Молодец, даже название умудрился перебрать. Да и что в ней такого умного? Вообще-то она считается одной из самых глубоких книг на свете. А своего мнения у тебя нет, да? И что? Как считает... И кто как считает, позволь спросить? Так говорят в интернете. Понятно. Короче, животные, природа, все в этом мире типа связано. Чтобы... Уже язык заплетается. Честное слово. Сколько мы будем играть? Давайте по 15 минут будем играть. Замечательно. Чтобы развиваться, мы должны думать о сложных вещах. Ну и все такое. Класс. Эрми, ты ведь ни капельки не поняла с прочитанного. Почему-то диалоги какие-то продлистываются не сразу. Тогда расскажи мне, о чем эта книга. Типа два раза нажимать? Нам всем нужно стать сверхлюдьми, чтобы как следует повеселиться. Ну какого? В смысле, почему? А, настолько грубо и обобщено, что весьма точно вышло. Ух ты, красна какая. Можно и это тоже на превьюшку взять. Сколько превьюшек мы сегодня с вами нашли. Вскоре после звонка из класса выходит Тэ и какое-то время задумчиво стоит возле двери. Спасибо за урок. О, Санечка, пожалуйста, пожалуйста, рада, что тебе понравилось. А вам нравится нас учить? Нет. Не вам нравится, а тебе нравится. У нас же все тут прогрессивное, эх. Вы благородные слушатели, у каждого есть свое мнение. Да, все отлично. Ну вообще, в теории, в теории, учителей, конечно, мало. Ну, у нас, по крайней мере. Но в теории, если бы в классе было человек по пять, ну, по пять это даже слишком мало, человек по десять, то, как бы, в теории, они, по идее, должны лучше усваивать. Все. Все, да. И общение с учителем, как будто там пытается... Какой-то идеальный мир, в общем, что я имею в виду. Тут все слишком идеально. А, кстати, пока.